Приветствую вас, Елена. Статия, конечно, довольно непростая, потому что, во-первых, у вас есть вина, чувство вины. Вы себя обвиняете за какие-то вещи, а это отдельная проблема. А вот это агрессия вашего ребенка по отношению к себе. Это другая проблема. Ревность к сестре. Ну, к своей сестре. Это еще одна проблема. Вот, то есть, ну тут, конечно, нужно последовательно разбираться с тем, что у вас происходит. Потому что, случайно, ну, случайного ничего не бывает. И в данном случае, что-то произошло, это... Закономерно. А, значит... Ну, давайте начнем с агрессии, аутоагрессии вашего ребенка, да? Наверное, сначала. Начнем с этого. Вот, уже и дальше уже пойдем по проблемам. А, значит, что вот агрессия ребенка связана, как правило, с тем, что человек пытается себя наказать за что-то. А, то есть, это такой, это идея наказания за себя. А, конечно, вопрос, на мой взгляд, хороший вопрос. А, как ребенок научился себя наказывать, да? То есть, почему вот он, в принципе, себя наказывает. А, вот, как он пришел к этому, к тому, чтобы себя наказывать. Вот. Но, в любом случае, ребенок себя наказывает. Он считается за плохим. Вот. А вот агрессия, это... В том числе, агрессия по отношению к вам... К родителям. Вот. Не выраженная... Не выраженная агрессия по отношению к родителям. Не выраженная такая вот защита себя самого. В этой ситуации. А, здесь... Важно не то, чтобы вы говорили ему, что любите его, хотя это, конечно, тоже. А, здесь важно немножко другое. Здесь важно сказать условия, при которых ребенок мог эту самую агрессию выражать. Свою. То есть, это формулирование, формирование возможности у ребенка себя защищать. Защищать себя адекватными способами, адекватными методами, вот, без, так сказать, подавления. Если... Если... Подобного не происходит, то... Говори, не говори. Люблю, а... Как бы... Страция останется. Потому что... Люблю вы говорите... О... Хоть и искренне, но спокойно, а вот... Например... Например... Агрессируете вы в состоянии аффекта. И... Так или иначе, ребенок поверит больше именно тому, что... Это, конечно, не очень здорово с точки зрения, да, вас, но работает это именно таким образом, к сожалению. А... Значит... Когда... Вы... Агрессируете... Узывающую агрессию... А... Тоже... Происходит не на ровным местах. как бы были причины, по которым вы агрессировали на ребенка, и эти причины не ушли, эти причины остались, они по-прежнему имеют место быть, скорее всего, и вам нужно эти причины разрешить, потому что напряжение, например, которое у вас есть, ребенок будет чувствовать, он будет ощущать, что вы напряжены, например, и у него будет вот это ощущение, ощущение того, что вы сдерживаетесь, вряд ли он из-за этого будет чувствовать себя лучше, поэтому момент здесь такой, чтобы вы не просто себя сдерживали, и просто говорили ему, что любите его, а именно, вот, работали со своей агрессивностью, ну а агрессивность здесь связана, опять же, с тем, что вы не умеете справляться с каким-то напряжением, напряжением. Вот, вы таким образом через агрессию на ребенка вы выражаете, вы разряжаетесь. В свою очередь, ребенок ваше состояние аффект воспринимает как более искренне, и самое главное, как то, что дает ему, ребенку, более, больше стабильность, больше защищенность, потому что более искренне, более, так сказать, ярко выражено это, и поэтому ребенок к этому присоединяется будет больше, одновременно это может привести к развитию музыкистичных тенденций, вот, то есть это когда человеку нравится вот, ну, элементы причинения ему боли, элементы причинения ему страдания и так далее, вот, то есть в этот момент ребенок просто может чувствовать себя несколько лучше, вот, к сожалению. Поэтому так вот важно, чтобы он, например, не чувствовал именно вашего напряжения, не агрессия напряжения, вот, агрессия это ничего, это, ну, это нормально агрессировать, но важно то, как агрессия выражается. Дальше, надо сказать, что, поскольку а вот агрессия является желанием себя наколдать, то не сложно догадаться, что, ну, как бы, что за этим кроется некая такая, некая такая, знаете, обвиняюсь в поведении, что вот, ну, что со мной, да, что-то не так. И это позиция, позиция, что со мной что-то не так, это уже позиция обвинения. У вас есть точно такая же позиция, то есть точно такая же позиция обвинения, точно так же вы обвиняете себя, себя, сами, вот, а, только теперь только, ну, за то, что, там, что-то делали по отношению к ребенку не так, что-то делали по отношению к ребенку неправильно, ну, неправильно. По вашему мнению, по вашему мнению, по вашему мнению, ну, как вот вы думаете, думаете. Вот, соответственно, соответственно, ребенок вполне мог научиться у вас вот этому обвинению, ну, или самообвинению, как угодно это можно назвать, да. В любом случае хорошего в этом нет ничего. Поэтому вам необходимо, это принципиально важный момент, вам необходимо поработать уже со своим чувством вины, чтобы именно самостоятельно от чувства вины не мешало, чтобы вы как-то, ну, адекватно к этому относились, к чувству вины, чтобы вы, значит, ну, имели более четкую позицию, в отсутствие которой также чувствуется ребенком, вот, и смогли бы быть более такой вот раскрепощенный, более свободный, более естественный в своем поведении, в том числе и по отношению к ребенку. Вот, это работа отдельная работа с вами, по освободению чувству вины. Чувства вины также связаны с агрессией, с подавлением, значит, импульсом себя защитить. Ну, ну, в определенный, в определенный момент времени, конечно же. Дальше. Ревность вашего сына к дочилу связана, как правило, ну, может быть, как правило, связана с тем, что к детям вы относитесь одинаково, о, ла, ла, одинаково. Не по-разному, как, надо бы, а одинаково. Что это значит? Что такое одинаково? Как это значит, что вы воспринимаете своих детей, как вот, ну, своего рода единое целое? Как, а, ну, даже не единое целое, наверное, было бы не правильно сказать. А, как что-то такое вот, единообразное. Но это не так. Это не единообразное что-то. Это, а, разные люди. Это индивидуальности. И вам это нужно, ну, я бы, ну, я бы сказал, вам это нужно принять. Принять вам это желательно признать и относиться к своим детям не единообразно, как вы это делают вероятно сейчас. Сейчас. А, все-таки, ну, в большей степени индивидуально. Вот. Не, я, конечно, я, конечно, не могу на сто процентов подтверждать, что вы относитесь, так, но, как бы, основания для агрессии у ребенка могут быть не только в этом, конечно, но наиболее вероятные причины заключаются в этом. Да, безусловно, есть еще, ну, другие какие-то основания, да. Вот. Это я, вот, то, что я озвучил, это один из вариантов. Может быть, еще. Еще и не один вариант. Вот. Ну, вот, таким образом, примерно, можно вам ответить. Вот. Есть много нюансов, на которые нужно обращать внимание вам. Вот. Ну, я надеюсь, все этого пока что достаточно. Я надеюсь, что этого пока будет, ну, более чем достаточно для понимания вами, вами, своих, ну, проблем, которые у вас либо могут быть, либо есть. А, значит, ребенок, может, ну, рассчитывать на помощь в вашей стране. Я имею в виду, что вы можете помочь ребенку тем, что будете консультироваться. У психолога, да, у специалиста будут консультироваться и как следствие будете менять свое поведение, да, свое отношение к человеку. Ну, где, ну, где-то. Я имею в виду, что мы помним где-то. Ну, вот. А, и... Это позволит вам скорректировать эту ситуацию. Ну, вот. Ну, конечно, лучше, что вы можете сделать, это... Ну, использоваться череповиной для того, чтобы что-либо для своего ребенка делать, в том числе, там, ну, говорить ему что-то. Вот, например, я заболюблю, там, и прочее, прочее, прочее. Вот. Такая вот сторона. Ээээ... Так. Эээ... Елена, эээ... Исправлять еще один, эээ, важный момент. Эээ... Исправлять вам, эээ... Эээ... Ну, вот, в таком ключе, как вы говорите, да. Именно исправлять не нужно ничего. Потому что не произошло ничего, эээ... Такого, что, вот, нужно было прямо исправлять. Есть, безусловно, есть, эээ... Много, много моментов. Эээ... Не очень хороших, есть много моментов, которые, там, откровенно негативно сказываются на вас, да, и на ваших детях. Вот. Эээ... Но это не то, что нужно исправлять. Это... То, что нужно корректировать. Поэтому очень важно, что, как вы об этом говорите. Когда вы говорите, что... Это нужно исправлять. Да. Подразумевается, что то, что вы делаете сейчас, неправильно. А это не так. То, что вы делаете, то, что вы делаете сейчас, не является идеальным, как и все, что делает человек. Но единственное. Единственное возможно. Да. И очень важно, чтобы вы все ценили это. Чтобы вы... Эээ... Ну... Чтобы вы адекватно воспринимали это. Понимаете? Вот, что... Важно. Важно. Какой момент... Важно. Какой момент... Важно. И... Только так. Только через... Никак иначе. Сначала принятие. Да. Сначала вы... Принимаете. То, что... В... Ну, у вас есть... Свои не идеалы, не идеалы. А... Уже потом... Вы... Можете с этим что-то сделать. Только так. Никак иначе. И... Ребенок этому... Этому вас научится. И... Будет вести себя совсем под руком. И... Чувствует себя. Он будет тоже... Совсем... Под руком. Ну... Гораздо... 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 Лучше. Будет чувствовать себя... Ваш... Ребенок при... Таком... Раскладе. Ну... Ему понадобится... Конечно... Ваша... Помощь. Сам... Он не справится. А... Если... А... Стация будет усиливаться... Усиливаться... То есть... Если... Аутогреция будет... Увеличиваться... То... В таком случае... Стоит не временить... А... С обращением... К врачу. Вот... А... Времени... Ну... Тут... Нужно будет... Сделать все... Достаточно... Срочно... И быстро... На этом все... Я надеюсь, что помог вам... Эм... Эм... Я... Желаю вам... Всего... Самого доброго... Удачи... И надеюсь... Что... Ситуация будет... Разрешена... Удачи... Удачи...